Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром. Перейдем от слов к делу. Когда человек счастлив, он танцует. А когда танцует, он счастлив всегда. Так можно сказать и о наших следующих героях. Наш выпуск мы посвятили студии народного искусства детей и юношества «Спутник». Им исполнилось 30 лет. К своему юбилею коллектив подошел с большим результатом. Они покорили жюри национальной премии «Весна священная» и получили гран-при конкурса. Каким трудом достигается победа, узнаете из нашего сюжета. Ивушка была заинтересована в том, чтобы поступали кадры в Ивушку именно свои, выученные своим педагогами. То есть в том стиле, в том характере, в котором работает Ивушка. Поэтому вот такое было принято решение. И название придумал Александр Васильевич, «Спутник» этому детскому коллективу. И до 93-го года он существовал, но не существовал официально. То есть работали, но вот такой системы мы выстроены с определенными дисциплинами, с классическим танцем, с народным, с специальной гимнастикой. То есть выстроилась с 93-го года. На то время, конечно, такого количества не было. Педагогов работало меньше в то время. В общем, это где-то было порядка где-то 80 человек. Сейчас это уже 152 человека в студии. То есть она растет. И у нас всегда на спрос такой большой, чтобы сюда привезти своих детей. Мы их просматриваем, выбираем детей, которые нам подходят. И именно и по физическим данным, и вообще по своему характеру, чтобы именно вот ребенок такой был артистичный для народных танцев. Старшие классы, которые уже у нас там группы, они занимаются всю неделю. То есть у них там разнообразный мужской класс, гимнастика, партерная, классический танец, народный танец, постановочная работа. То есть это только дети, которые, ну, заболели, наверное, этим искусством. Мы создаем тут такие условия, чтобы вот и родители были заинтересованы в первую очередь. То есть у нас такая дружная семья. То есть мы вместе отдыхаем. То есть стараемся вот то, что, ну, как вот раньше в советское время было, да, что дети не только в школе, но дети везде вместе. То есть это уже коллектив слаженный, и так они лучше работают как коллектив. Я в своей практике, то есть применяю такое, что я ставлю цель. Ну, например, это у нас какой-то концерт, или это у нас выступление, это ли у нас конкурс. И к этой цели, когда есть цель, ребенка легче зарядить вот на работу. Когда они просто вот рутинная работа, это очень тяжело. Потому что они профессиональные артисты, которые пришли и работают, работают, там класс работают. А детям все-таки, особенно маленьким, им нужен обязательно стимулятор какой-то. Вот дети, мы готовимся вот к такому-то мероприятию. А мероприятия мы стараемся как можно больше, чтобы дети видели сцену. Не только в Иушке они здесь работали, а еще работали по области, и в каких-то здесь учреждениях, и в каких-то мероприятиях участвовали, в конкурсах. То есть постоянно нужно их, как сказать, стимулировать на то, чтобы они работали. А так, конечно, бывает, что дети уходят, но не справляются, потому что сейчас школа очень влияет на все, очень большая нагрузка. Это нужно очень любить, вот, и коллектив, и чтобы очень нравилось ребенку этим заниматься, и чтобы с педагогом все сложилось, и тогда вот все получается. Я пришел сюда 8 лет, обычный мальчик, особенно в народной танце, я никогда у меня не было такого. Вот, и получается, я пришел сюда, стал этому обучаться, что-то начало получаться, мне это понравилось. Мы стали хорошо общаться вот с нашим, с нашей группой, с нашим коллективом. У нас у всех очень близкие отношения, и в ней, Иушке, мы все гуляем в разном месте, это группа день рождения и тому подобное. Вот, конечно, были такие кризисы, когда хотелось все, вот, уйду, когда ты просто устаешь уже каждый день сюда приходишь, и думаешь, ну, господи, ну, за что, сейчас бы поспать, поесть. Но, несмотря на все это, прошел этот кризис, мне как нравится, я не хочу отсюда уходить. Некоторые трюки, да, они сложны, к примеру, как коза, достаточно сложно всему этому обучиться, но справляемся с этим, нас обучают люди. У нас преподаватель Евгеньевна, другие преподаватели делают большой вклад в то, что мы умеем. Например, мы занимаемся классическим танцем, это осанка, ноги, руки, умение контролировать свое тело. Благодаря этому всему у нас получается... Я в студии занимаюсь уже 9 лет, пришла я сюда в 7 лет первый раз, мне очень понравилось это дело, и я этим делом живу. И понимаю, что если... то я не могу без танца, без спутника. Народный танец – это прекрасные яркие костюмы, которые со сцены смотрятся просто изумительно. Народный танец – это четкие дроби, четкость движения, и все это просто выглядит очень красиво и с замиранием сердца. В танце очень важно чувствовать, как бы то, что можно надеяться на партнера, потому что ты открываешься, ты можешь спокойно проявлять эмоции, тебе не страшно делать какие-то там поддержки, есть же в народном танце, вот. Это очень важно. Фактура народного танца предполагает людей высокого роста и маленького роста. Я лично про себя. И не особо, чтобы это был человек такой худенький. Не такие, в общем, критерии, как, например, в классическом балете. То есть, ну, как бы проще в эту стезюк попасть. И эмоционально мне ближе, например, народный танец. То есть тоже перевоплощение. То это узбекский танец, то это украинский танец, то это русский танец, и там же лирика, и там же вдруг какой-то темповой характер, и вот рукавые части тоже такие особенные. Ну, скажем так, народный танец, он в себя все включает, и из него, в общем, все и произрастает, из народного танца. Поэтому, ну, наверное, вот как-то он поактивнее, что ли, для моего характера. Я думаю, что сюда дети приходят вот именно такие, которые... У нас очень мальчиков много. Потому что приходят, видят, какие трюки делают мужчины. И мне кажется, вот это вот стимулирует. Что не просто они там с девочками будут за ручку ходить, а вот они покажут свою... Вот, кстати, они там в Воронеже показывали свою мужскую вот эту удаль. То есть рукавые какие-то вещи, вот это вот тоже все отмечили, что у них очень хорошая физическая подготовка. То есть не просто они вот танцоры такие, потому что мы смотрим, приезжаем в коллективы, есть... Вроде бы танцуют народный танец, вроде бы как... Но видно, что нет физической подготовки. Вот мы этому тоже уделяем большое внимание, чтобы они именно вот на... У них кардионагрузка была, скажем так. То есть они физически очень выносливые дети. Мы, конечно, не фольферщики, мы более, как сказать, такой уже усреднённый, как сказать, по образцу Игоря Моисеева, да, то есть народный танец, но он уже такой образцовый. Национальная премия «Весна священная» фонда Илзелиепа. Он проводится раз в три года по кругам. Вот мы в Центральном федеральном округе подали заявку. Мы не первый раз подавали, но впервые, вот, так сказать, были отобраны туда. И после того, как нас туда пригласили, началась вся эта подготовка, в общем, серьёзно. Я объяснила ребятам, что мы работаем на сцене с артистами Большого театра и Кремлёвского балета. Вот. Если мы попадём в галконцерт, куда мы, в принципе, и попали. Всех заинтересовал именно мужской танец, и что так много мальчиков, и что мальчики владеют техникой. То есть они не просто, ну, там, оттанцевали, как маленькие детишки, а все, кто в этом что-то понимает, они оценили то, что физическая нагрузка. Вот там, значит, был один из членов журналистов, Риск Радумов, который именно в этой области профессионал, вот именно под руковым моментом в танцах, он давал нам мастер-класс. Он именно это отметил. И, в общем, как-то они выразили своё восхищение детьми. Нас вызывали по одному. Я стояла 4,5 часа в очереди, чтобы попасть на вот это обсуждение. Да, я уже когда шла, я была предпоследняя, как-то у меня теплилась, конечно, надежда, но не до такой степени. Ну, и стали поздравлять там все члены жюри, спрашивать, как мы работаем, смогут ли дети сотрудничать целый год, в общем, с проектом. Помимо того, что мы будем участвовать в галконцерте, нам там будут торжественно вручать гран-при фестиваля, у нас священные. Ещё нас пригласили на проект «Конёк-горбунёк», значит, детский балет, который одобрил Родион Щедрин, то есть музыка его, они всё подписали бумаги, и мы с ним подписали бумаги о том, что дети в течение года будут участвовать в постановке этого балета. То есть постановщики будут выезжать сюда, и мы туда будем выезжать опять по их приглашению, то есть что-то мы будем отсматривать по видео и, значит, собирать эти какие-то куски, которые в наших возможностях. Ну, то есть это очень большая работа, такая прям грандиозная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Конёк-горбунёк» Три вещи никогда не возвращаются обратно. «Время, слово, возможность». Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова, не упускайте возможности. А наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век. В свободное от работы время! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова